Девушки отдыхают Девушки отдыхают Этого дня все ждали с нетерпением. Распахнула двери еще одна школа, которой присвоено имя восточной поэтессы Зебунисо. Но это уже второе рождение школы. Она была открыта в первые дни советской власти, когда в стране еще царила разруха, еще сильны были мракобесия, еще были сильны предрассудки и законы старой жизни. Это была первая советская школа для женщин, освобожденных женщин Востока. Ей дали имя Зебунисо. С тех пор прошло более полувека. Многие ее выпускницы стали знатными людьми республики. Два поколения учениц одной школы. Десятки лет разделяют их. Добрые традиции старшего поколения продолжают молодые. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Великий Октябрь провозгласил Основная задача власти Советов Свободу веками забитому и отсталому народу. Образование, широкое участие масс в общественном труде, строительстве новой жизни. В Ташкенте, как и в других городах страны, на Шахантаури была создана первая в Туркестане школа-интернат имени Зебу Нысо. Старшее поколение хорошо помнит нелегкие 20-е годы. Молодежь знает об этом времени по истории, кино, романам. Положение женщин-узбечек было тогда тяжелым. Религиозные засилья, вековые предрассудки не позволяли расстаться с паранджой, тем более учиться. Новая жизнь требовала готовить кадры из женщин-узбечек, обучить их крамоте, нужной народу. Ради этого и была создана школа-интернат. Коллектив, педагоги, воспитатели большое значение придавали всестороннему воспитанию девочек. Вечерами они оставались с нами и проводили беседы на самые различные темы. Как жить, как вести себя, как учиться, чтобы стать отличницей. Большое внимание в школе уделялось интернациональному воспитанию. Все мы, дети народов Востока, жили как одна дружная семья, ценили и любили друг друга. Как сейчас помню, имена педагогов, которые учили и воспитывали нас. Зарифа Саиднасырова, Алия Безова и Шантура Тураев. Педагоги и ученицы старших классов не ограничивались только учебой, но и принимали активное участие в общественной работе по ликвидации неграмотности. Обучение протекало в комплексе с решением социальных задач. Борьба с неграмотностью в школах-ликбезах, борьба против паранджей, разъяснение вреда религии. Одним словом, разъяснение политики партии и правительства среди самых широких народных слоев. С задором и огоньком вели эту работу наши комсомольцы. В школе было много кружков, основу которых составлял труд. Ткать ковры, вязачуки, рукоделий, кройки шитья. Кроме этого, для развития и совершенствования таланта детей работали хоровой, танцевальные и драматические кружки. Я особенно любила драм-кружок и кружок рукоделий. В интернате хорошо была поставлена работа кружков по труду, физическому воспитанию. Устраивались различные соревнования. Я очень любила эти кружки и с удовольствием в них занималась. Сдала нормы ГТО. После техникум по путевке комсомола была направлена в городской союз по работе с женской молодежью. Однажды в Ташкенте раздался клич среди девушек-комсомолок. Все в аэроклуб. Туда вместе со мной пошли Акила Атулаева из Ташку, Бибенисо Балтабаева из текстилькомбината. Три девушки, наряду с другими, учились и успешно окончили аэроклуб. 18 августа 1935 года мы совершили первый прыжок с парашютом. В школе хорошо работал литературный кружок и художественная самодеятельность. У нас часто бывали деятели искусств, поэты и писатели. Покойные Айден Сабирова и Хасиат Талдаханова руководили литературными кружками, прививали любовь к книге, помогали одаренным в работе над собственным поэтическим словом. Помню одно незатейливое четверостишье о Женщине Востока. Сидела однажды, тюбутейку вышивала я, вдруг я слышу музыка, значит, праздник мой. Собрала работу, сбросила паранжу, мама, праздник мой, и я пойду. Однажды наш драмкружок взялся за постановку пьесы «Сиротка». Перед спектаклем выступила очаровательная женщина. Речь ее была направлена против паранжи и призывала женщин к свободе и равноправии. Спектакль этот приняли очень хорошо. Играла я самозабвенно. Может, потому что пьеса напоминала мне мою судьбу. Может, от того, что пьеса напоминала судьбу женщин, сидящих в зале. Им понравилось, как я играла. Понравилась пьеса. Женщины хвалили. Жила я возле школы. Отец мой, Тураев и Шантура, преподавал в ней. Единственной моей мечтой была учеба. Со своей любимой воспитательницей, Олеопа, я старалась не расставаться. Каждую неделю у нас проводился день чистоты. В те тяжелые, трудные годы много было больных ТИФом, малярией, кожными заболеваниями. Однажды заболела в школе девочка. Ее посадили на Арбур и отвезли в Ташмин. У девочки признали ТИФ. Мы часто ходили навещать ее в больницу. Воспитанница этой школы и сейчас работает во многих отраслях народного хозяйства. Одними из первых они открыли светлый путь к свободе. Школа наша выполнила свой долг. Сыграла большую роль в судьбе женщин Востока. Сыграла большая 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 роль в судьбе женщин Востока. Субтитры создавал DimaTorzok